Позывной прапор Может быть вы можете поделиться какой-нибудь историей? Кто его знает? Был у нас кок такой, он сейчас есть Парнишка с Мариуполь интересный такой Вот у меня на службе Рафон был в помощниках Он такой толстенький, грек по национальности Щетиной, трехдневный, греческий, типичный Вот он маму очень любил, фирме с ней советовался У меня обстрел начался Там где-то за вертолетным училищем, где-то на улице Снаряд, именно снаряд крупнокалиберный разорвался И метров за стол к нам не осколки полетели, а грязь какая-то в лужу А в большую лужу на перекрестке попал снаряд Его всего облило, он в это время с мамой говорит Он все комментирует, все рассказывает, как он все стреляет, что находится Он такой, а мы сидим на него сонус Ну, если человек рядом с тобой кричит громко по телефону Непроизвольно слушает, приходит слушать Как он что там рассказывает Ну и прикалываем, ну что ж, ну что коллектив Обязательно подколоть надо На него эта грязь, это все на него Раз обляпал, мама, мама, ты смотри Вот это грязь сейчас разорвался снаряд Это грязь меня сейчас так все обляпало Я весь в грязи, весь в грязи Ребята, кто носит, говорит, КО Скажи, спасибо, что не в туалет на снаряд попал Чего бы я сейчас с вами говорил Ну, такие, блин, интересные ребятишки Смешно там, но много там всяких Ну, как-то не знаю, так сразу и не вспомнить Вот, мне понравилось везучий с Моторолу Или вместе наши везучий Я как-то в Семеновку приехал на первой баррикаду Перемостом, которая, да, такая разбитая Вот, и что-то от Моторолу мне нужно было Дорога такая Нас разделял вот в асфальте Баррикада стоит, он с той стороны Я его за вон слуху поучил, ко мне идет Дорога так покрыта абразивом бетонным Вот это, от разбитого бетона снаряда попадает Ага, а он контужный, плохо слышит Чего? Я говорю, ну давай подходи сюда А он чего? Идет, раз, слева от него Где-то в метре снаряд Вырезается в асфальт Детонация именно от удара такая Пыль такая расходится, а снаряд не взрывается Просто дырка в асфальте А у него, он в сфере глухой Не видит этого дела, я вижу Я давай быстрее, он чего? А ведь проходит между нами второй снаряд опять Вот между мной им, еще второй снаряд падает Опять не взрывается Я говорю, ну Дородом, за кого из нас с тобой молятся За тебя или за меня? И повезло обоим Ну вот, конечно, вот этот, когда 240-мм снаряд, когда дуга стали стрелять Они, конечно, зрелище феерическое Когда на Семеновке при мне в дом попал снаряд И вот эти тысячи деревяшечек Такие оседающие, сначала взлетающие А потом оседающие, конечно Выглядит очень-очень интересно Ну для мужчин вообще там все интересно Война для мужчин очень интересна, конечно Вот, пистолет вынул И на бруссер залез и вперед И пошел впереди всех А там Бог уже распределит Решит, кому жить, кому нет А те добровольцы, которые прибывали А вы с ними общались? О их причинах, их мотивах Почему они прибыли на фронт? Да, они русские люди Они русские люди с русской ментальностью Они не... У них... Из них делали рабов Я бы не сказал, на 73 советской власти Может быть и там не рабов В советской власти нужны такие Были пассивные люди немножко, да Чтобы там выполняли А свою апогею Эта работа, конечно, достигла При приходе к отделению Территории, которая называется Сейчас Украиной При распаде Советского Союза Там, конечно, эта апогея Эта работа заняла Потому что людей зомбировали День и ночь День и ночь зомбировали Что они быдло Что они ватники и прочее Оскорбляли Ежедневных оскорбляли Эти... Убий москаля Это там на протяжении Красной Литии Все пропаганды шло На протяжении всех 23 лет Существования этой Украины И людей это возмущало Очень сильно возмущало Вот У людей Меняется быстро все Что-то щелкает ум У русского человека Вот он спит, спит Потом накапливается информация Где-то там что-то увидел Как 25 кадр Где-то увидел, где-то услышал Это все копится, копится Потом В голове происходит щелчок И человек, который вчера был Политически совершенно пассивен Внутрь просыпается И он становится Он понимает, что он активный Он что-то должен поменять В этой жизни А не просто умереть В постели Внутрь Внутрь